Церковно-приходская школа Поэтому на ближайшие два года нас с вами ожидают две очень интересные темы. Это христианизация Урала в эпоху Петра Первого и рождение города Екатеринбурга. Наверное, не случайно они оказались вот так следующими друг за другом для того, чтобы мы с вами погрузились в нашу родную историю. И мы с вами уже увидели в докладе отца Петра, что за несколько десятилетий до рождения главного нашего города-завода сюда приходит старец Далмат, и за ним тянутся люди со всей сети в его монастырь. Преподобный, совершая подвиг духовного делания, свидетельствует о Христе Спасителе окружающему миру. Мне кажется, мы с вами как православные очень молодые, и в нас еще должна кипеть юношеская энергия. Ведь для нашего края миссия – это норма жизни. И возникает вопрос, можем ли мы сказать, что нам удалось осветить родные для нас места и сделать наш край православным. Как говорилось в указе Петра Первого митрополитом Тобольским, они обязывались приводить в познание истинного Бога слепотствующих жителей Сибири. Так и сегодня миссионерская цель стоит перед православными христианами. Мы с вами пережили довольно тяжелый год. Окончили земной путь наши дорогие батюшки, учителя церковно-приходских школ, светлая им память. Но мы теряли не только тех, кто ушел в путь всей земли. Уходили из храма, к сожалению, прихожане, дети воскресных школ и родители, и даже педагоги. По сравнению с позапрошлым учебным годом, количество воскресных школ уменьшилось всего на одну – 136. Школы работали в 45% приходов. Но некоторые прерывали свою деятельность на длительный срок, некоторые вынуждены были уходить на каникулы. А вот число воспитанников уменьшилось на 12%. Их было 3980. И даже число педагогов снизилось на 20. 862 стало. Думая о трудностях современной проповеди, невольно, особенно в этом году, сопоставляешь их с путем святых миссионеров. Вот немощный старец, митрополит Филофей, сплавляется и приходит в языческие логовища, и мы видим, как в его немощи сила Божия совершается. Он проповедует, убеждает и крестит. Его убивают неоднократно, его спутники разбегаются, а он, как говорит Житие, имеет неизменную ревность по Богу и стремление служить Христу. Поэтому его ученики и последователи снова идут проповедовать, и мы читаем, что они имеют с собой только топоры для строительства храма и любовь в сердце. И вот на это хочется особо обратить внимание. Новокрещенные любили митрополита как своего отца и благодетеля. Они выбегали ему навстречу, целовали ему руки, ноги, клялись выполнять все его советы. Остяки вспоминали. Добрый был старик, народ в обиду не давал, Остяков шибко, шибко любил. То есть он не только разрушал кумирни, но строил храмы и, главное, оставлял жителям свою любовь. Рассмотрим, как в трудных условиях пандемии, что помогло нашим школам сохраниться. Обобщая опыт дистанционной работы, можно сказать, что она была довольно тяжелой. Мы не полюбили дистант. Но эти тяжелые условия не вынудили директоров и педагогов оставить приходское попечение о детях. Мы приспособились, освоили онлайн-формы и даже нашли некоторые приобретения. Это были зум-конференции для подростков, это были онлайн-концерты, рассылка материалов родителям каждому уроку. По итогам анализа анкет, итоги дистанта, 67% педагогов в будущем избрали бы традиционную форму, а 33% традиционную с элементами дистанционной. Сектор церковно-приходских школ регулярно на протяжении всего года проводил все мероприятия. И, может быть, даже особенным воодушевлением запомнилась в онлайн-режиме интеллектуальная олимпиада, когда команды воскресных школ выходили из своих приходов. В этот период мы хорошо поняли, что воскресная школа, приходская школа – это только реальное общение. Как общение в церкви может быть только живым, потому что это личная встреча со Христом и с его учениками-христианами. Год назад нам очень помогли рекомендации учебного комитета Русской Православной Церкви для духовных семинарий. В них указывалось, что самое главное – это поддерживать духовную жизнь учащихся. Причем, подчеркивать особо ответственное отношение к духовной жизни в тяжелых условиях пандемии. Укреплять социальные связи внутри коллектива. Предупреждать чувство растерянности и одиночества. Проявлять заботу о здоровье, о настроении, о быте. И особо было рекомендовано усиленно привлекать к этой работе духовников. Поэтому и в воскресных школах была поставлена задача сохранить и поддержать духовную жизнь и личные контакты. Важно было внимание педагогов друг к другу. Старшие помогали молодым и начинающим. Пришлось перестраивать работу с родителями – от коллективной к индивидуальной. Учителя утешали и поддерживали родителей. Сообщали о жизни церкви и храма. Помогали в решении проблем воспитания. Мотивировали к продолжению духовной жизни и домашнему обучению закону Божьему. Важно было показать, что церковь действует. Богослужения идут. Можно прийти, помолиться, исповедоваться и причаститься. И, может быть, вам запомнились те слова, которые описывали нашу жизнь в то время. Мы поняли, как дороги друг другу. В аэропортах о работе воскресных школ отмечается. Несмотря на трудности пандемии, в школах удалось сохранить коллектив учеников, родителей и педагогов. Коллектив даже сплотился. Поэтому стала, возможно, слаженная и стабильная работа. В анкете, уже упоминаемой, к результатам дистанта отнесено. Сблизились с учениками. Узнали ценность личного общения. Стали внимательнее друг к другу. И рекомендация на будущее – нести слово Божие в любых обстоятельствах. Итак, личное внимание остается главной задачей и на будущий учебный год. Это задача для священников, для директоров и для педагогов воскресных школ. Святитель Иоанн Тобольский в своем поучении руководителям, царям, владыкам и всем начальствующим феотрон называет основные черты руководителя. Это любовь, милосердие и внимательность. Сам святитель, согласно тропарю, был сиротствующих питателю, скорбящих утешителю, душею страждущих скорой помощничей, теплой молитвенничей о всех ко Господу. Поэтому вслед за святителем и нам нужно не ослаблять усердие и постараться вернуть в школу каждого, приобрести новых, потому что за пандемию появилось множество людей, которые задумались о жизни и смерти. И всех сплотить. Приходы снова занимаются привлечением детей. В конце учебного года появились такие новости из воскресных школ. Строительство детской площадки, гончарные круги, студия с барабанами. То есть привлечение чем-то ярким детей. А что дальше? А дальше, как обычно, очень долгий путь в оцерковлении и попечении о каждом. Как отец Иоанн Кристианкин советовал близким помогать не проповедью одной, но любовью, только любовью, потому что этот язык все и всегда понимают. И второе, что помогло церковно-приходским школам сохраниться. Например, 50 школ Екатеринбурга работали в течение года очень активно. Крупные школы в некоторых городах, в Полевском, в Березовском, продолжали оставаться точкой притяжения детей всего города. Энтузиазм и горение педагогов поддерживалось здесь заботой настоятелей приходов. В 2018 году Синодальный отдел образования проводил масштабный опрос, в котором очень активно участвовали директора Екатеринбургской епархии. На вопрос, что мешает развитию школ, они ответили – отношение прихода и священства. Они отметили, конечно, и другие проблемы – кадровую, материальную, равнодушие родителей. Но препятствие в виде отсутствия духовного руководства, безразличия настоятелей и всего прихода вышло на первый план. Что нужно, чтобы дети не уходили из церкви? Директора отвечают. Чтобы их принимали в семью, чтобы приход был единым, священник – заинтересованным, чтобы была возможность активно участвовать в богослужебной и в небогослужебной жизни общины. В нашей епархии распределение детей по возрастам – дошкольники, младшие, школьники, подростки – таково. 23, 50, 27 процентов, подростков – 27. То есть после 12 лет остается чуть больше половины – 54 процента. А если посчитать после 14? В этом году, 8 марта, прошла педагогическая конференция в онлайн-режиме «Воскресная школа в приходской общине». Она запомнилась, наверное, многим видеообращениями 13 настоятелей. В итоговом документе говорится – Евхаристия является центром общинной жизни. Единство у чаши выражается в единомыслии всех – настоятеля, священства и прихожан, а связывает всех любовь. Развитие общины проявляется в активности, уровень которой и направление деятельности в каждом приходе разные. Настоятели приходов, и нам это особенно запомнилось, мы не могли просто несколько месяцев забыть этого слова, что «Воскресная школа» – это митохондрия, то есть энергетическая база прихода. Епископ Рязанский Марк отмечает, если между членами прихода возникла живая духовная связь, она немыслима без активной церковной деятельности. Именно в такие приходы чаще приходят подростки, чтобы деятельно реализовать себя в служении. Среди базовых навыков 21 века сегодня называют не только цифровую грамотность, но сочувствие, умение взаимодействовать с другими людьми, а также творчество. И что особенно важно – такое мышление, которое поможет понять взаимосвязанность мира, воспринимать свою жизнь внутри единого целого. Современный мир требует, чтобы мы могли научить юношей креативности, предоставляя им нестандартные задачи, которые будут им нужны потом в жизни, сотрудничеству, ставя их в условия общения друг с другом, умение ставить цели, развиваться и жить в гармонии с окружающим миром. Мы и сами должны быть такими, и жизнь на наших приходах должна быть такой. Миссия общины – свидетельство внутреннее и внешнее. Для того, чтобы свидетельствовать внешнему миру, нужно укрепление веры самих христиан, а затем уже благовестие. Священник Илья Миля пишет, назначение христианской общины – в освящении той местности, в пределах которой она пребывает. Как это согласовано с темой нашего года, то, о чем мы сегодня уже говорили. Мы должны научиться уходить из Храма Божия с одной единственной заботой – возвестить миру не только словами, сколько жизнью о воскресении Христовом. к которому приобщились, и о совершившемся спасении. Таким образом, мы убедились за прошлый год, что пассионарность сохранили те школы, которые имели ранее сплоченный коллектив, и где был живой активный приход. Изучая сегодня тему миссии, мы задаемся вопросом, имеет ли воскресная школа значение в современном мире, какова ее миссия. Главное, конечно, это духовная жизнь. Поэтому задача церковных школ – дать детям узнать живого Бога. Если они его узнают, пойдут с ним по жизни, они с детского возраста смогут стоять в вере и будут всегда во всех обстоятельствах о нем свидетелями. Дети воспитываются миссионерами, они узнают, что апостольство – это свойство церкви, и поэтому каждый христианин должен быть апостолом. На уроках они обсуждают серьезные вопросы. Вот пример из программы. Первый год – тема «Патриарх Иосиф», вопрос к обсуждению. Как относиться к своим братьям и сестрам? Как сделать дружбу крепкой? А вот пятый год обучения – катехизис, тема «Христианская вера». Вопрос к обсуждению. Как исповедовать веру жизнью во Христе? Дети, судя по опросам ученикам церковных школ, готовы дать ответ о своем уповании, причем всем – ближним, знакомым, всем окружающим. Они уверены в своей православной позиции и несут ее в мир. Старшеклассники говорят, таких отношений, как в воскресной школе, в общеобразовательной не бывает. То есть для них церковная школа – это особая среда для общения и даже для выстраивания перспективы жизни. Тем более, что во многих школах организовано служение детей. В 32 – детские хоры, в 55 – работа с алтарниками. Здесь дети деятельно выражают свою веру. Воскресная школа является местом внутренней миссии самих прихожан, их педагогического служения. И это послушание каждое воскресенье укрепляет и самих учителей, помогает им укорениться в церковной жизни. Еще в 2008 году патриарх Алексей II на архиерейском соборе говорил, что в духовной школе должен быть создан крепкий костяк преподавателей. Единство проявляется прежде всего в примере христианского благочестия для воспитанников, а потом и в согласованности педагогической деятельности. Им помогает молитва, и Господь дает силы быть твердыми христианами, быть смелыми в своей проповеди. Тогда и родители учеников уверенно и спокойно двигаются по пути в оцерковление. Для них церковность и профессионализм педагогов являются очень важным свидетельством. Играет роль образование педагогов, уровень преподавания, учебно-методические пособия. Сегодня сайт «Уралпросвет» имеет методический кабинет, который обеспечивает учителя по каждому уроку закона Божьего. Учебно-методический комплект представлен рабочими тетрадями, учебниками для педагога. В этом году мы формируем материал по дошкольникам, по предмету изобразительное и декоративно-прикладное искусство, и ждем ваших материалов. Поэтому новинка года. Сегодня у нас рабочая тетрадь для дошкольников 5-6 лет, «Знакомство с храмом». Замечательная тетрадь, которая сегодня должна уйти на все приходы. Мне бы хотелось сказать об образовании. На сегодняшний день сотрудники сектора церковно-приходских школ имеют по два образования. Это историки и педагоги. И второе образование – богословское. Это православный Свято-Тихоновский богословский университет. Это кафедра теологии. Это учительское семинарие. Поэтому мы можем иметь высокий уровень наших учебных материалов. А каково образование директоров и педагогов воскресных школ? Мы ждем вас прием документов до 27 числа в Центре подготовки церковных специалистов. Родители приобщаются к церкви в течение того периода, пока дети учатся в воскресной школе. Мы это в каждой школе очень хорошо видим. Поэтому деятельность коллектива направлена не только на ребенка, но и на всю семью. Как праведный Симеон, живя в домах у местных жителей, проповедовал всем домочадцам без исключения. Родители приглашаются к участию в богослужении. Готовятся к исповеди, и часто это первая исповедь, и к причастию. Школа помогает им утвердиться в вере, оказывает помощь в православном воспитании. Прошлый учебный год начался с обращения Святейшего Патриарха ко всем родителям. Это было на проповеди в День Рождества Пресвятой Богородицы. Вы должны ясно уразуметь, что всякий рождаемый ребенок, каждая новая жизнь должна быть посвящена Богу. Это означает согласие родителей с тем, чтобы ребенок стал счастливым, чтобы никакие жизненные испытания, соблазны, жизненные трагедии не сокрушили его духа, потому что только человек с сильным духом может быть счастливым. По рапортам из воскресных школ видно, что родители привлекаются к молитве о детях и заболевших прихожанах. Они посещали беседы с духовником, участвовали в уборке храма, озеленении территории, ремонте кабинетов, помогали в организации концертов и летних площадок. Хотя мы видели, что число родителей на некоторых приходах упало в этом году, но, тем не менее, удалось сохранить все формы работы с ними. И даже, читая мы в рапортах, появились доверительные отношения между семьями. Пришло понимание, что приход – это семья, где все нужны друг другу. А как нужна приходу молитва всех семей о священниках, об общине и обо всех в воскресной школе? Школа, живущая полноценной жизнью, активизирует жизнь на приходе, привлекает и прихожан к служению церкви. Они проникаются особой симпатией к деятельности маленьких христиан. Нам иногда кажется, что это просто копошение, а на самом деле это для них серьезная деятельность. Митрополит Антоний Храповицкий писал о том, что дети являются непроизвольными миссионерами. Как у некоторых праведников, например, как у Иоанна Кронштадтского, у них присутствует дух радостного прославления Бога. Они напоминают нам, что христианство – это не только пост и скорбь, а не обстановку ежедневного рутинного труда окружающего порока могут огласить хвалебными гимнами к Христу. Какие они приходские дети? Вот что говорят педагоги. Наши дети замечательные, они надежные, многое готовы сделать для своего прихода. С подростками можно в разведку пойти. Действительно, когда дети живут с Богом, они преображаются. А вот что говорят люди внешние, и мы неоднократно это слышим. Они у вас избранные, лучшие. Вы не понимаете, каким сокровищем обладаете. Конечно, здание храма – это свидетельство для мира, но полный храм молящегося народа – это гораздо лучше. Святейший Патриарх говорит, христианская община должна показать современному человеку, что люди действительно могут любить друг друга. Она должна обнаружить свою внутреннюю силу, открытость миру и готовность разделить с каждым, кто нуждается в этом, присущие ей дары. Удается ли нам открыться миру? Вот вам один пример. Детский крестный ход на Ганину яму в начале учебного года. В этом и в прошлом году это, к сожалению, молебен. Но я думаю, что мы вернемся все-таки к крестному ходу. Его согласует Министерство общественной безопасности, Министерство здравоохранения. Нас сопровождает полиция. Такое сотрудничество не достигается сразу. Нужны были годы нашего с вами совместного труда, нашего хождения молитвенного, чтобы это совершилось. Но теперь уже создан прецедент. Значит, детские крестные ходы, а также и другие мероприятия могут войти и в ваши различные муниципальные социальные программы. Таким образом, епархиальные мероприятия используются в целях развития не только отдельной школы, но и муниципалитета и благочиния. Сегодня есть возможность взаимодействовать с исполнительной властью на местах. Сотрудничая с государственными и общественными структурами, школа привлекает внимание к церкви и к приходу. Силами учеников, педагогов и родителей проводятся просветительские мероприятия для населенного пункта. Но актуально и обратное использование ресурсов, выделенных государством на образование, культуру и социальную деятельность. Открыть и создать высокого уровня церковную школу означает участвовать в общей просветительской миссии церкви. Святейший Патриарх говорит, община, собравшаяся для совершения евхаристии со своим епископом или священником, по глубочайшей вере церкви представляет всю церковь, земную и небесную. Поэтому, укореняясь в своей приходской общине, каждый христианин должен осознать свое место во Вселенской Церкви и свою общецерковную ответственность. В заключении, мне хотелось бы поблагодарить всех вас за то, что в Екатеринбургской епархии на сегодняшний день создана цельная система церковного воспитания детей. И можно даже сказать, что создано единое православное образовательное пространство. Милостью Божией, наш опыт за 25 лет совместной работы с 1996 года отражен в книге «Организация церковно-приходской школы в помощь директору», которую, мне кажется, нужно иметь каждому, кто занимается воспитанием детей на приходе. Спасибо за внимание.